На выставке Computex компания Intel представила два новых десктопных процессора семейства Broadwell. О младшем из них, Core i5-5675C, мы сегодня и поговорим. С 2006 года Intel следует стратегии TIG-TAC, где TIG – это внедрение нового техпроцесса, а TAC – внедрение новой микроархитектуры для этого техпроцесса. Семейство Broadwell – это TIG. Все поколение процессора выполнено по 14-нм техпроцессу. Тактовая частота ядер 5675C несколько ниже, чем у Haswell – 3100 МГц, а благодаря технологии Intel Turbo Boost она повышается до 3600 МГц. Новый техпроцесс позволил уменьшить теплопакет процессора, поэтому эта модель укладывается в скромные 65 Вт. При этом она имеет 4 ядра, каждому из которых выделено по 32 кБ кэш-памяти первого уровня для хранения инструкций и данных. 1 МБ кэша второго уровня и всего 4 МБ отведено под общий третий кэш. Это меньше, чем у прошлых моделей Core i5, плюс у новых представителей Broadwell нет технологии Hyperthreading. Зато появился огромный кэш четвертого уровня, который компенсирует скромные объемы своего соседа снизу. Под металлической пластиной процессора рядом с основным кристаллом впаян дополнительный чип Crystal Well с дополнительной памятью и RAM объемом 128 МБ. Он работает на частоте 1600 МГц и не так быстро, как процессорный кэш, но такое решение снижает нагрузку на оперативную память системы и повышает ее производительность. Половину кристалла процессора занимает новая интегрированная графика Intel Iris Pro 6200. Она состоит из 48 исполнительных ядер, построена на 128-битной шине и работает на частоте 1100 МГц. Максимальный объем видеопамяти составляет 1,7 ГБ. Столь мощной интегрированной графики мы у Intel еще не видели. Она поддерживает массу полезных функций, вроде Wireless Display, Intrude 3D, даже разрешение 4К при подключении через DisplayPort. Но превзойти аппу компании AMD с их интегрированными ядрами R7 Iris так и не удалось. Ее производительности хватит на то, чтобы поиграть в Skyrim на средних настройках, но больше, увы, ожидать не стоит. Что касается мощности вычислительных ядер, то Core i5-5675C почти идентичен своему коллеге 4690K. Из-за меньшей тактовой частоты он процента на 3 проигрывает в рендере или архивации данных, но благодаря увесистому кэшу четвертого уровня обходит Devil's Canyon в играх и при работе с большим количеством данных. Приставка C в названии процессора сообщает нам, что этой модели разблокирован частотный множитель, а его скромный теплопакет и относительно невысокая тактовая частота внушают надежду на отлично разгонный потенциал. Но результат оказался не столь крут, как представлялось. Повышая множители напряжения на ядра процессора, мне удалось разогнать его до постоянной частоты 4200 МГц. В таком режиме система работала стабильно и, что самое забавное, процессор не нагревался выше 60 градусов. Однако дальше разгоняться отказывался. Анализируя возможности нового процессора, можно с уверенностью сказать, что тик у Intel получился впечатляющий. Core i5-5675C ничем не уступает модели 4690K. Напротив, он демонстрирует лучшую производительность при работе с большими объемами данных, неплохо разгоняется. Kung Fu Ares Pro куда круче, чем Intel HD прошлого поколения. И он практически не греется. Следовательно, он идеально подойдет для сборки мощной и миниатюрной системы на платформе с 97-м чексетом. Субтитры создавал DimaTorzok